Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пожалуйста, помогите, опускаются руки в отношениях с молодым человеком, находимся 4 года. Их 25, мне 22. Отношения, на мой взгляд, максимально серьезные. В ближайших планах было вместе строить дом. Отношения были сложными на протяжении всего времени. Много ссор, равногласий, даже импульсивно расходились 12 раз. Не по моей инициативе, пишете вы. От недели до месяца. Всегда возвращался и пытался все наладить, люблю, принимаю. С моей стороны, тоже всегда наблюдал истребление разобраться, в чем я могу быть неправа, как могу исправить ситуацию. На данный момент ситуация следующая. Последние месяца 4-6, отношения стоят практически только из 40. Я очень стараюсь не доводить до этого, но иногда он может позволить себе недостойное поведение, и я срываюсь. Позже, понимая, что можно было просто не поддерживать конфликт, все это говорит, что любви больше нет, только раздражение в мою сторону. Очень нервничает при любых встречах и разговорах. Пишите вы. Хочется расстаться навсегда. С одной стороны, я должен уважать его выбор и принять решение. С другой стороны, честно, не могу. Во-первых, потому что мы обесценили слово расставание, и сейчас уже не ясно, насколько его намерения серьезны. Во-вторых, потому что очень люблю и дражу человека. Возможно, это эгоизм. Я действительно не могу представить, что мы перестанем быть друг другу близкими людьми. Очень хочу наладить отношения. Я представил свои ошибки. Стараюсь ненавязчиво проявлять заботу и женское теплоотношение, но это его раздражает. Подскажите, как я могу спасти наши отношения? Я отчаялся. Вы никак не можете спасти ваши отношения, потому что над отношениями работают двое людей. Если молодой человек так же, как и вы, хочет спасти отношения, то вам нужно вместе обратиться к психологу. И уже вот вместе, да, поработать над проблемами. В первую очередь, обсудить коммуникацию. В вторую очередь, там, научиться договаривать. Вот, чтобы, ну, 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 слышать, а, друг друга, вот. То есть это, вот, такой достаточно важный здесь момент. Вы сами пытаясь что-то спасти, просто попадаете в треугольник Карпмана, вот, и, соответственно, становитесь его заложником, заложником этого самого треугольника Карпмана. Вот, изучите его, в интернете информация есть, ну, вот, изучите, думаю, будет как минимум, как минимум полезным. Дальше, значит, вы пишете, в отношениях находимся четыре года. Здесь нужно сказать, что в силу того, что вы достаточно молодые, за четыре года вы могли сильно измениться и измениться ваши приоритеты. Здесь нужно убедиться в том, что вы действительно те самые люди, которых вы любите друг, вы любите. То есть вам нужно убедиться, что ваш молодой человек тот самый человек, которого вы любите, что он не изменился, и ему нужно сделать то же самое. Необходимо также посмотреть на то, что подходите ли вы друг другу, потому что, если вы друг другу не подходите, как-то у вас разные ценности, вот, разные, может быть, какие-то культурные элементы. Такое, в принципе, бывает, вот, тут нужно исследовать данный аспект, вот, и как-то, на мой взгляд, делать, ну, в дальнейшем, какие-то уже выводы, вывод, но это очень важный момент. Дальше. Вы пишите, что отношения, на мой взгляд, максимально серьезные, в ближайшем плане было в метро иду. Ну, понимаете, штука в том, что, вот, то, что вы, ну, тяготеете, так скажем, к серьезным отношениям, то, что вы именно тяготеете к серьезным отношениям, вызывает, пожалуй, самые большие вопросы, потому что, когда серьезные отношения важнее самого человека, а получается именно так, то, получается, что, что вам нужен не там человек, и дорожите вы, соответственно, не самим человеком, а, как бы, серьезные отношения с ним, ну, вот. Я понимаю, что это может быть неприятно слышать сейчас, ну, вот, но лучше, лучше, пожалуй, чтобы вы имели это в виду, чем будете себя обманывать, или хотя бы подумать об этом, даже если со мной не согласитесь, вот. Факт наличия дома ни о чем не говорит, ни о чем не говорит, ни о чем не говорит, факт наличия дома, да, ну, точнее, факт наличия намерений строить дом ни о чем не говорит. Это не показателем серьезных отношений, и вообще ничего не может быть показателем серьезных отношений. Потому что такого понятия в принципе нет, как серьезных отношений, вот. Это несколько искусственная история, несколько искусственное понятие, потому что для всех людей, и в том числе для вас, понятие серьезности свое. Оно очень динамично, оно очень инертное, понимаете, да? Дальше. Отношения с сложными были на протяжении всего времени много ссоры или с нагласи. А из-за чего ссоры или с нагласи вы как-то вот не описали это? Из-за чего ссоры, из-за чего конфликты? То есть как-то вот это, этот момент как-то вообще не ясен. Вот. Вы почему-то не раскрывая содержание ссор, не раскрывая по сути точку конфликта, оставляя вот такую, такую, ну, общую, может быть, да, панораму ситуации. Ожидается помощи и готового совета, готового рецепта, как спасти отношения. Если вы думаете, что это возможно, то у меня для вас не очень хорошая новость. Это невозможно. То есть не зная вашей истории, не разобравшись с ней, помочь вам невозможно. Вот. От слова совсем. Поэтому как минимум это ставит нас перед вопросом вашего понимания того, как вот в принципе работает психотерапия. вот вопрос того, как в принципе работает психолог и так далее. потому что из меня вот сейчас такое ощущение, что вы не понимаете, как это происходит. Вот. Дальше. Идем. А, значит, так, расставались мне по моей недостаточно. Значит, вы не расставались, значит, молодой человек с вами расставался. Всегда возвращался кто-то, почему возвращался только он. Люблю принимать, что вы в это вкладываете. С моей стороны всегда наблюдалось. С моей стороны всегда наблюдалось мне разобраться, что именно я могу быть не права и как я могу исправить ситуацию. Ну, мне кажется, что в данном случае, говоря вот такие вещи, вы предупреждаетесь, что обязательно делаете что-то не так. Хотя на самом деле, по крайней мере, как мне это видится, вы не можете делать что-то не так. Вы можете игнорировать в какой-то степени свои потребности, например. И из-за этого возникают как раз таки конфликты у вас с собой в первую очередь и с молодым человеком во вторую. Пытаясь что-то исправлять, вы ситуацию не улучшаете, напротив, только ее усугубляете еще больше. Месяца четыре отношения ставят практически ссор. Ну, здесь вам нужно изучить психологическую игру скандал. Вот, на мой взгляд, это крайне важный момент. Вот, то есть, это вот есть такая игра психологическая, она так и называется скандал. Вот, и вам ее крайне желательно изучить, чтобы вы увидели, по каким законам, по каким моделям происходит ваше ссор. Ну, а от себя я могу сказать сейчас, что происходят ссоры, когда люди боятся близости, когда люди боятся сближения, не могут как бы расслабиться. А друг с другом мы быть искренними, быть собой. Вот, и спросите себя. Дальше, я стараюсь не доводить до этого, наверное, может позволить себе недостойное предповедение, что вы имеете в виду. Если вы срываете, значит вы себя сдерживаете. Вот. Если вы срываете, значит вы себя сдерживаете. Вот. 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 А если вы себя сдерживаете, значит вы нечислить с собой. Чувствуйте. Как это работает. Вот. Как это работает. Вот я вам примерно это пытаюсь в данном конкретном случае показать. показать, показать, что из-за того, что вот то, что вы срываетесь, судя чувствует о том, что вы с собой нечестны. Вот. А отсюда и ссора, потому что ссоры вы можете быть честны с собой. Вот. Без ссоры нет, потому что нужно держать какую-то носку. вот, какой-то уровень. Вот. Ага. Сфоры. Этого делать не, 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 понимаете. Понимается, да? Тут вот довольно простая штука, как мне кажется. Этому стора вам в данном случае нужна. Просто понимаете, можно просто не поддерживать конфликт, но вы поддерживаете, потому что вас это задевает, и обесцениваете же себя за это. Сейчас вам говорите, что любви больше нет. Возможно, все равно похоже на манипуляцию, а только раздражение в мою сторону. Ну, тогда ему логично было бы с вами расстаться. Очень нервничать при любых встречах и разговорах. Это связано с ожиданиями. Я думаю, что ваши отношения в какой-то момент стали больше долгом, нежели чем выбором. Хочется расстаться навсегда, потому что тяжело от взрослых нести. С одной стороны, я должна уважать его выбор, у меня разрешение, с другой стороны, я не могу. Во-первых, потому что мы обесцениваем с нового расставания, сейчас уже не ясно, сколько его намерение серьезное. Здесь проблема не в том, что не ясно, сколько намерение серьезное. Здесь больше проблема в том, что вы себе не доверяете самым. А вот в чем проблема. То есть, вы пытаетесь на него опереться, а не на себя. Вот. Это куда более проблематичная история, чем то, о чем вы говорите. Во-вторых, очень люблю дарящих человека. Что вы в это вкладываете? Возможно, это говорит, но я действительно не могу представить, что мы предстанем быть друг другу близкими людьми. Вы говорите по описанию о любовных зависимостях. Вот. Изучите в интернете. И, возможно, страх остаться одной или быть брошенной. Очень хочу наладить наши отношения. Зачем? Я знаю, свои ошибки. Это не поможет. Вас будут продолжать обвинять. Тем более, вы говорите, что у молодого человека есть недостойное поведение. И вы уже с собой жертвуете, терпя это поведение. Ого. Так. Подскажите, как могу спасти наши отношения. Я отчаялась. Вот. Снова. Вопрос. Да. Вы считаете, что по такой общей картине вам можно дать какой-то совет? Вы так считаете? Или вы считаете, что есть какой-то готовый ключ? Как это работает у вас? А у вас со самой без молодого человека представление и восприятие о своей жизни есть? Потому что как некое показалось, что вы как будто бы не видите себя совсем без молодого человека. без него вы не знаете кто вы и какая вы. Понимаете? Это не про любовь. так depletingности. Это не про потребность. Как я уже сказал. Поэтому. Поэтому впервые нужно проанализировать эти моменты. Вот. И дальше уже смотреть куда двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.